так пуще водиться виктор осилич но немножко прошли вот там вот чуть-чуть после там еще видео сегодняшнего а пуще водиться на на вот такая красота это пуще водиться это очень длинного вот мы к нему подходим эти таких как красота туда идет да она очень надо купались ну да когда данкан хистер мы не ходили сюда да хотя а ходил и при данкане до да вот виктор осечь так вот говорит вот такое вот видео хочу найти одуванчики одуванчики полезно кушать ну да здесь все на такое экологически чисто съедобно ленте какая красота пуще водиться вот сюда прийти по покупаться на короле того а вот туда дальше дать им окопать а вот тут я проходил компания маленькая там подростки такие там тарзанкой они там короче вот такое вот видео так вот камер аккуратненько так слышь а если мы вот так вот выходим это мы если мы срежем угол ты знаешь как на маяк выходить но это это вот где-то вот так вот курс да вот так вот ну к 11 линии подойдем и там сядем на трамвай и поедем да все все хорошо вытащить вот такое вот 22 апреля вот тут мы где-то купались да а дальше мы купались да 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 то я помню да вот это 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 уже киев это когда-то это киева мне считалось вот эта территория хотя как мне рассказывали двенадцатый трамвай он ходил но 12 я что-то такое слышал или на как бы получается смотри есть улица гарматная там где мы живем недалеко уже гарматная в Киеве 2 одинаковые названные улицы я не знаю может быть такое или нет озеро впереди вот там все это озеро ну да а и Елена Валентиновна это бабушка старенькая лет 90 стою уже на или больше христодельфианка живет она недалеко от блевера меня она не воспринимает почему-то ну понятно почему кто ей такой где артеку там да вот там да через мост так пять минут уже видео идет а оккупат из оборудования туда нельзя переплываться ну да что видео все гулять такие корни деревья это кошмар какая красота и такие вода конечно тут ля какая как прозрачно да вообще чистейшая какая-то вода николамуя интерес тут рыбы наверное да для рыбаков ну понятно жалко рыбку и уж убивать надо да 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 yeah 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 Виктор Васильевич тоже он не убийца Виктор Васильевич вот такое вот видео так 7 минут видео Сказал мне кто-то про рыбу, я помню, когда я, ну, так скажем, начал есть, а, опять, рыбу, мято, ну, рыбу, и мято даже не ел. Я помню, мы купили пеленгас, и он был маленький, пеленгас, он был живой. И такой кошмар. Такой кошмар заключался в том, что я, как бы, думал, ну, афимса, там, непричинение вреда живому, и я пошел, его отпустил. Я пошел на первый городской столб, и отпустил воду. Но потом я просто понял, ну, когда уже, через какое-то время я понял, что это же пеленгас, это же морская, вроде, рыба. Нет, говорят, что ее корня, что может и везде плавать, она как поращит. Я помню, что этого пеленгаса пустили, он так поплыл, поплыл. Ну, да. Ну, а помнишь, как мы этих выпустили, рыб, вот, купили, толстолобиков, да? Толстолобиков, я не помню, пеленгаса, я не помню, я вот пеленгаса-то запомнил. Нет, мы, вот, когда купили, вот, они смогли убить их, помнишь, две рыбы, и на первом городском туда выпустили. Ну, недавно. Вот, вспомнил, все. Ну, как ты мог такое забыть, слушай? Ну, тогда я, сейчас, как бы, я это сделаю просто так. Ну, не просто так. Любое убийство неприятное.